Всем привет! С вами Артём Рындевич и это проект Едем. И не так давно я понял, что на ютубе практически нет классных материалов о Беларуси. Поэтому мы решили объехать нашу страну и показать вам, что у нас огромное множество прекрасных мест. В этот раз мы отправились в деревню музей Заброди, где снималось множество военных фильмов и там очень много крутых локаций. А также позже мы отправились в пеший поход по национальному парку Голубые озера. И так совпало, что в этот раз к нам присоединился мой друг, который вернулся домой из Лос-Анджелеса. Но обо всем по порядку. Ну что, едем? Это мы на неделю едем, да, ребят? На два дня мы едем. Ну, покушаем чуть-чуть. Надо же показать этим американцам, как в Беларуси едят. Ты когда я вам сейчас покажу, как едят? Владик, приятного? Спасибо. К нам приехал наш друг Влад из Лос-Анджелеса. Он сам белорус, но он вернулся на летние каникулы. И мы решили взять его и его брата Егора к нам в поездку. Добрый день. Гора! А там еще один Влад. Влад! У нас сегодня чисто мужская компания. Мои пацаны. Правильно, с братьями. Егор, ты что, в Польше живешь? Да, все верно. Я из Малиновки приехал. Ну что, выдвигаемся? Let's go. Погнали. Let's go. Погнали. Эти два дня выдались настолько насыщенными, что я решил их разделить на два выпуска. Сейчас мы отправимся в деревню Музей Забродик. В интернете довольно мало информации. И я, честно говоря, ехал туда, чтобы провести там часик-другой, прогуляться и ехать дальше. Но это место просто покорило меня. Я чувствую следы рыси здесь. Возможно, она здесь сходила в туалет. Но это не точно. Может быть, это кто-то из нас. Но она здесь определенно была. И я намерен ее найти. Ну что, мы прибыли. Мы прибыли в деревню Заброди. И сейчас нам расскажут, что это за деревня, что это за место и что это за музей. Сейчас перекусим и пойдем. Влад ест снова. Так и приехали. Уже приезжая, мы увидели множество интересных элементов. Много техники, много автомобилей. Там даже вдалеке виднеется поезд. Я не знаю, какой здесь оказался. В общем, сейчас нам об этом всем расскажут. Там мы обнаружили деревянную церковь, которую возвели местные жители и сделали там музей Первой мировой войны. Также мы обнаружили огромный товарный поезд, в котором снимают военные фильмы. В котором в одном из вагонов есть уникальная экспозиция. Огромное количество восстановленных машин, музей белорусского быта и домики, в которых можно поселиться. Все это в одном компактном месте. Меня зовут Катерина. Мы здесь живем одной семьей. Родители моего мужа. Муж мой, который собирает машины. Я вам сейчас расскажу. И я. Здесь мы живем с ним 8 лет. А родители живут уже 45. То есть все, что вы здесь увидели, это собрано за 45 лет. Машины собираются 30. Машины, конечно, стараемся держать все ходовыми и в хорошем состоянии, потому что они снимаются в кино. Вот здесь можете назад обратить внимание. Это все, что вот где отработали, где-то больше 100 проектов. О, кстати, Влад, ты можешь узнать, здесь ты снимался или нет? Красным кружочком отмечено то, что непосредственно снято уже в Заброде здесь, у нас на месте. О, 5 невест, это не здесь? А остальное по Беларуси. 5 невест. А это просто мы представляем технику, да. Да, это ваше тело награждение. Вот ты здесь снимался, да? Но это не здесь получается. Ну, да. То есть, по сути, все последние фильмы через вас проходили, да? Все реально. У нас там вон любители автомобилей уже капошится. Это BMW R71. Правда, восстановленный, конечно, запчасти советские здесь тоже есть. Но, да, это машина BMW, самый первый джип BMW, который сделали в 1938 году немцы, назвали его KFZ325, был использован в Африке во время войны. У него даже все четыре колеса должны поворачиваться. То есть, то, на чем я приехал, вот его родственник, прадед. Правда, единственное, что это реконструкция, потому что такого артефакта не сохранилось в Беларуси, поэтому пришлось делать с нуля на базе 69. Этот любимый, черная Маруся, черный Ворон, Воронок, ГАЗ-М1, КВТ-шная машина, 37-го года, тоже оригинальная, единственное, что с плохой репутацией, но потом и хорошие, и нормальные люди, наверное, ездить. Мне нравится ваш образ. Слушайте, это просто пошел дождь. А у меня, у нас есть советский секонд-хенд, я зашла и выбрала себе планщик. А он очень стильный. Слышно, да. Нет, мы собираем для кино, но когда-то пригодится. Но они берут иногда у нас одежду, и я прибрыхлил. Первый американский джин поступал по Лент-Лизу. После нужно было технику отвоевали отдавать обратно, но не все граждане отдали. Потому что, когда они приехали в порт, они увидели, что технику мнут прессами, чтобы больше влезло в контейнеры и уехало в Америку. Потому что, ну, металл сомнился, как бы. И они развернулись и уехали. Там вот фотография очень классная, это сколько приехало в порт отдавать машине. Ого. Когда Данила ее восстанавливал, это уже на лет 15 назад, у нас даже краски вот такой не было, темной, матовой, и заказывали в Америке. Это ваш муж? Да. Он сам восстанавливает? Сам, да. У него есть один механик, поэтому все, что вы видите, восстановлено, еще очень много хочется. Но так как он и плюс один человек, это затратно и по времени, и по деньгам. Ну, это очень ценно. Потому что это частная коллекция и никакого роли, ни государственной, ни каких-то спонсоров здесь нет. Это просто его хобби, многолетнее. Вот первая машина, его самая-самая, он ее поменял на «Жигули», по-моему. Вообще мечта была собрать все джипы. Он начал с нее, потом вот «Виллис» начал восстанавливать, там и все. А потом, когда стали попадаться интересные легковые, ну, просто не смог остановиться. Вообще в коллекции больше ста, но ходовых 60. Ага, круто. Как вообще это место появилось? Нашли его родители, вот, которые построили часовню, вы там были. Это родители Данилы, мужа. Папа художник, мама режиссер. Они в 25 лет решили уединиться в какой-нибудь глухой отдаленной деревне, где папа просто сможет заниматься графикой, а мама театром. Нашли это забродье, переехали сюда. И как творческие люди не смогли остановиться. То есть начали восстанавливать память Первой мировой войны, кладбище, построили часовню, собрали всю коллекцию, которую вы видели в часовнях. Ну, это впечатляющая коллекция. Ну, вот они вдвоем ее практически за 45 лет до сих пор продолжают. Они у нас такие огоньки, просто они сейчас спят. Смотрите, такой подсвечник своеобразный. Прямо в гильзах. Смотри, он же такие. Ну, штыкают, да. И вон, как затворы эти. Дула. Вот это мальчики были суровые. С сигареткой. Малыш. Смотрите, какие противогазы Первую мировую пытались использовать. Против химической атаки, да, газом. Кстати, вон, видишь кадр этой атаки. Написано, что этот противогаз не увенчался успехом, к сожалению. Мы сейчас зашли в эту циркушку, которую здесь возвели. И внутри здесь находится музей Первой мировой войны. Всего, что нашли с того периода. Потому что здесь проходил фронт во время Первой мировой войны. Здесь сохранилось много артефактов, много вещей с того периода. Действительно, очень много. На что снимали влоги во время Первой мировой войны? И причем в это фотокамера это видит. Такая линзь. Супер узенькая. Честно сказать, приезжаю сюда. Я не думал, что здесь музей есть Первой мировой войны. А еще оказалось, что он самый большой частный музей. Я не сильно углублялся. Я просто знал, что здесь классное место. Но я стараюсь приезжать, и чтобы те люди, которые здесь находятся, рассказали, что особенно вот здесь. А тут очень много всего. Шприцы? Да. Такое аптечка, что ли. Офигеть. Слава сказать. Блин, жесткая. Я думаю, сейчас мурашки у всех зрителей жесткие. А вот это колокольня, да, была? Звонница. Потом папа решил построить паровоз, потому что не вся коллекция помещается в самой часовне. Паровоз что значит? Это будет каждый... Ну вот, который вы видели вагоны. То есть каждый вагон будет экспозиционный со своей тематической выставкой. А возглавлять это все будет большой бронепоезд Орлик. Сейчас он в декорациях, но вообще мы из него планируем сделать бронепоезд Орлик. Это все времен Первой мировой. Ну вот эта экспозиция там очень впечатляет. Ну вот, да, это одна из последних, но у нас пока про нее никакой информации, но только то, что вы там слышали. Нам все-таки разрешили посмотреть на миниатюрную экспозицию. Нигде кадров оттуда нету в целом. Можете посмотреть эксклюзив, так сказать. Ого. Потери австралиевных и германцев 40 тысяч человек, из них 20 тысяч. Вау. Тем не менее, в результате барадоческой операции немцы вынуждены были держать часть боеспособной группировки на данном направлении. И для остановки русиловского наступления на юго-западном участке вынуждены были перебросить против него 16 дивизий с французского фронта. Мы видим, как стройной цепью во весь рост солдаты Астралемского и Бултурского пехотных полков русской императорской армии идут в атаку на проволочные заграждения. Тут уже можно видеть, как в результате мощного прорыва, поддержанного двумя бронеавтомобилями Русобал, русские войска ворвались в первую линию трамшей австрийской позиции. И захватывают вторую линию крепления у деревни Скарчево, пытаясь продвигаться дальше. Это просто фантастика, реально. Очень, очень крутое представление. Откуда узнаешь вообще, что такое у нас есть? Ты не знал явно. Да я даже не знал. Мы вот приехали, а по сути здесь музей Первой мировой войны. Здесь вот совсем свежая экспозиция вот такого рода. Я такого не встречал, только в музее ВОВ я видел. Мне здесь больше даже понравилось. Приезжайте обязательно, смотрите. Приезжайте сюда, пожить в юрте. Мы очень оценили юрту. Я тоже оценила. Вы готовы? Давай. И... Вау. Ничего себе. Ничего не видно. Полетаю. Ребята, остаемся здесь. Это четыре кровати, Машур тут заболится. Четыре кровати, костер потереть. Шашлык здесь жарим. Нашли место Сижи. Ну вот это прикольное место. Интересно, сколько они хотят за это? Блин, это топово. Прикольно, что здесь можно походу кастрик прям внутрь. Да, 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 да. Поэтому дупло открыто без стекла. Все, пацаны уселись. Я тоже чуть на рог не сел. Мы решили, нафиг поход. Мы остаемся здесь. Здесь идем в баньку. Едем в Минск за PlayStation. Плазмочку. Плазму, да. Ставим вот сюда, вот на эти вот санки. Здесь вот установочная для телека. Розеточка имеется. Ну. Ролирует. Бенек вот, чтобы подставить. Удвините. Ну, мангал сразу вот сюда. Мангал, тут шашлык сожарим. И в баньку. Покушаем сразу, перед выездом. Ты поесть уже хочешь? Ну так, я поперекусил. Ты чуть проголодался, да. 150 рублей, да? Да. Там можно посередине, ты можешь взять огонь. Блин, нас очень впечатлило. Юрта шикарная. И рядышком будет стоять самолет тоже сделали. Заводится времен Первой мировой, 1914 года. Это таблоид, английский. Вот. Мы его тоже воспроизвели. Он вообще в оригинале. И не отличить от настоящего, только что не летает. Вот. И у нас будет такой полноценный. То есть, авиация, железная дорога, плюс артефакты Первой мировой. Но это все, что касается родительской части. А здесь мы уже с мужем занимаемся. У нас усадьба. То есть, мы восстанавливаем дома в деревне. А пройдемся потом, посмотрите. И занимаемся музеем техники. Ну и для кино это все, конечно. Потому что, ну это основное, как бы доход кино. А музей это просто для души. Потому что никто этим не занимается в Беларуси. Даже никто не поддерживает. Здесь у нас кафе. Тоже такое здание очень красивое. Папа сначала тренировался на нем. То есть, перед тем, как строить часовню. Потому что это было... А он сам часовню руками своими стоил? Он ее сам полностью нарисовал. Ну, как архитектор нарисовал. И да, ну как мастера были, которые подносили бревна. Он как архитектор. Он все руководил. Полностью придумка, задумка и все. То есть, в стиле белорусского зодчества. Она новодельная, она 2014 года. И потренировался вот на этом здании. Это была просто баня, сарай. И идея была такая. Обнести его верандой с четырех сторон, чтобы выходила на прудик. Крышу придумал дранкой. Дранку мы сами, кстати, делаем. Вот, потренировались, все круто получилось. Ну, вас вдохновляет то, чем вы здесь занимаетесь. Мы вообще, да, мы кайфуем. Даже если бы не было людей, мы бы все равно делали и развивали. Ну, просто для себя. Потому что что-то сделаешь такое. Или задумаешь, а потом сделаешь. Ну, все, бомба. Просто делаешь и приятно. Как из старого получается восстановлено. Или из забытого. Ну, ностальгия. Или даже запах у машин. Они же все пахнут. Волга, Волга и Запорожец. Запорожец там он трабант, немецкий трабант. А вы из Минска? Я, да. Я вообще сюда приехала на экскурсию. Как и вы. Да? Да. И все. И все. И познакомилась с Данилой. Он тогда... Он жил 20 лет в Германии, а сюда приехал к родителям. Ого. Ого, да. И так сложилось. Звезды сошлись. Ну, вообще необычно. И все. Усадьбы не было. Он просто жил. Он скульптор. Занимался скульптурой. Родители занимались Первой мировой. Как бы ни усадьбы, ничего. Когда уже переехали, мы начали дома восстанавливать, порядок наводить. Ну и пришла такая идея, почему бы не сдавать домики. Начали сдавать домики через букинг. Как-то получилось сразу. Вот. А потом чем развлечь? Ну, музей. Вот у тебя есть машины. Потом Первая мировая всегда была. Потом восстановили одну хату, начали восстанавливать. И рука не поднялась там все изменить. Мы сейчас в нее зайдем. С 37-го года там вообще было не тронуто ни стены, ни мебель, ни посту. То есть все осталось. И решили сделать третий музей. То есть мы просто все привели в порядок. Собрали эту всю мебель. Три рюшечки, цветочки. И получился музей белорусского быта, но не тронутый. То есть не такой вылизанный, как некоторые музеи. Там наводимые, привезенные дома. А вот человек жил, умер, и вся мебель осталась. То есть очень круто. Круто. Очень впечатляет. Честно не ожидал. Ну, видите, да, все так. Вот это дуб. Чтобы вы понимали размеры этого дуба. Чтобы вы понимали размеры этого дуба. Владик, я для тебя стул нашел. Вот на этот стул. На пике точеный. Присаживайтесь, пожалуйста. Нам сказали, что есть кухня, где можно поесть. На территории автомузея так стоит. А еду могут сюда протащить. Лайк. Очень красиво. Забродье очень красиво. А кто это такой красивый? Мушка. Мушка. Пойдем. Пойдем. Один из домиков, который мы сдаем, как агроусадьба. Но мы его восстановили с полным сохранением интерьера тех времен. Это была хата. Мы вынесли веранду. Просто пристроечку к обычной хате веранду. И он сразу приобрел такой, ну, как это сказать, барский дом. Длинный, широкий. А внутри единственное, что мы сделали, это сняли обои. Потому что их там было 7 слоев тогда. Была печка, мы ее разобрали, чтобы все люди умеют пользоваться. Сделали камин. И в каждом доме в деревне раньше, тут же дома старые, тут уже по 100 лет им, был глиняный пол. Вместо глиняного пола положили камешки. Низкие двери были, да? Да. Надо кланяться, когда проходится. Кланяемся, господа. Миленько. Мы белили, но беленные стены и были. Еще в деревне богатые люди белили стены. О, как красиво. Только сняли обои. Ну, потому что лучше натуральные все. Кровать папа придумал с таким. Ну, просто деревянная самодельная кровать, очень мне нравится. Дерево, вкрученное, причем такое, дуретка какой-то. Вот где, когда она лежит? Что, Владик, ты все-таки здесь остаешься, а не в юрте? Я даже вот, да, это делаю. Просто мы думали, как заходишь, и чтобы не было вот этих пластмассов в двери. Да, смотри, как он спрятан. Честно, раз. И да, его не видно. А, туалет завуалировали. А там вот так вот. А там все по-европейски. Ну, и тоже по максимуму немножечко пытались. Сколько такой домик стоит? 250 рублей на 6 человек на сутки. Сколько поменьше? 160. 160 надоедет. Офигеть. И вообще супер. Мы к вам скоро вернемся. 100%. 100%. И вот маленькая деревня Забродье. Деревня 300 лет. Каждый домик установленный, но практически уже нежилые, только дачи. То есть сюда приезжают 5 человек еще кроме нас. Мы живем постоянно и зимой, и летом. А дачники приезжают, ну, на сезон. Каждый домик в деревне, восстановленный нами, носит имя хозяйки. То есть тот, в котором мы были, баба Соня. Там ее портрет висит. А у родителей баба Маня. Портрет не сохранился. Мы чуть посмотрим, папа его вырезал на дереве. Идем мы в дом Юзука. Мы живем в Никифорович. Сдаем напротив дом Рыгора. То есть так мы, ну, как бы не то, что увековечили. Чтим память людей, которые построили эти дома. Поэтому, может, и у нас атмосфера такая хорошая. Потому что, действительно, дом не жилой 80 лет. И он не трухлеет, не разваливается, не гниет. Он просто живет своей жизнью. Даже без хозяйки. А вот портрет бабы Мани. Все дома построены участниками Первой мировой. Ну вот. Домик у 150 лет, 37-го года. Здесь вы зайдете внутрь, посмотрите. Ничего не изменилось. Мне придется с моей Наташей, с девушкой, возвращаться сюда. Привет! Я тоже. Заходите, тоже голову наклоняете. Очень низкие пролеты. Кланяемся. Как я уже говорила, во всех домах были глиняные. То есть там мы положили камни, а здесь мы сохранили так, как оно и было. То есть раньше люди этот пол застилали травой. Это такой аир. У него очень сильный запах. И он служит и антисептиком. И отгоняет всяких грызунов, мышей, крыс. Он прям... Да. Ого! Да. И поэтому здесь не вводится вот эта всякая мелкая тварь. Грубо говоря. И плюс это абсорбирует грязь. То есть люди застилали этот пол очень плотно. Там крошки ссыпали из печки. И уголь, воду выливали, домашних животных маленьких брали. Они же тут тоже. И это все впитывалось в эту траву. Потом они просто выгребали сюда и застилали новую. Очень классно пахнуло. Ну, классный и свежий дом. И видите, здесь никто не живет, и он не умирает. То есть есть же такая не традиция, а просто, что если хозяин уходит, то и дом в своем месте. А здесь никто. С 37-го года домик сам себе живет. Мебель сохранилась. Мебель стояла на чердаке. Мы ее нашли расставили. В соответствии с тем, как этот хозяин жил. Светлица, если там считалась такая черновая, то здесь светлица чистая. Здесь спали. Не знаю, слышали музыку, читали, сшили, разговаривали. То есть это была со спальня. Вот тоже мебель оригинальная. Все отсюда полностью. Портрет последнего хозяина. Визук мы его звали. Он вообще считал, что его дом самый старый. Все, что мы находим сейчас по старым деревням, ездим. Иногда мы сюда приносим, чтобы оно сохранилось. А вы прям ездите по деревням, да? Нет, когда, ну да, нам нравится. В основном, когда у нас есть время. Свидетельством того, что этот дом был самый богатый, это побелка. Потому что это было очень дорого. Им нужно было найти материал, не знаю, гемия, все это сделать. И вот, как бы, мы такой зажимно сделаем. Ну вот так вот. Торцанулся все-таки, да? Кланяться же сказал надо. Погнали. Че развалился? Вставай. В общем, потом вернемся, да? Обязательно. В юрту либо в дом. Определенно. Давай догоняй. Догоняй, догоняй, догоняй. То, что вы готовите. Домашние выходные у нас всегда. У нас есть очень вкусный пор. Она все и печет, и домашние пельмени лепим. Ой-яй-яй. Ой-яй-яй. Вот, и муж вкусный. Он барана навертили, там рыбу коптит, сыр коптит сало. Ну, все, уху делает, плов на баранине. Ну, это такая заказная пища. А то, что есть всегда в кафе, это домашняя. Можно у вас покушать? Сегодня, да. Но у нас есть блинчики с картошкой и грибами. И есть суп со щавля. Ой-ой-ой-ой. И, наверное, домашние пельмени тоже есть. Надо, надо, надо. Надо, надо. Попаркуемся. Нет, даже не сахаринавуха есть. Мы... Остально никакого похода. Никакого похода. Что, идем кушать? Да. Что за вопрос? Вы можете выбрать веранду или правую, или левую. Там очень красиво. Там можно даже на плотик спуститься. Давайте. Пока приготовим, все вам принесем. Супер, спасибо. Ой, хорошо, на берегу реки. Все, уже едет, поедим. Пробуйте. Сначала хреновуха, потом... Так. На здоровье. Красоту сейчас сделаем. Давай. Сказали начать с хреновухи приветственной. Чем нужно американцев научить новым? Давай, что ты как это? Давай, давай. Приятного аппетита. Так хорошо, что и говорить нечего. Да вообще. Без комментариев. Если собираетесь в поход, то приезжайте сюда, ночуете здесь, гуляйте и не идите в поход. Едем? Не едем. Нет. Едем. Опа. Спасибо, у вас тут. Дочь тут. Мы действительно останемся. Может, мы этого и добиваемся. Это морковный торт. Спасибо. Спасибо большое. Давайте разбирать. Кота, я вам покажу морковный торт. Черт. Не, 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 не. Ладно, не, 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 не. Вставай. Не, 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 не. Все, выезжаем, пацаны. Поехали. Парни. Давай, поднимайте его. Реально в Америке такого тебе не покажут. Все, спасибо большое. Ну, мы не провожаем, поэтому верно. Нужно мне сразу предложить по сериях снимать. Сегодня только это. Все, счастливое. Все, спасибо большое. До встречи. До встречи. В общем, здесь найдется однозначно и любителям автомобилей. Занятия найдутся. И любителям военной тематики. Музей, инсталляции, это невероятно. Любителям поесть, любителям отдохнуть, любителям быта белорусского. Ой, ну это очень красиво. Просто остаюсь здесь. Никуда не еду дальше. Нам безумно понравилось. Я однозначно сюда еще вернусь. В целом, столько всего наснимали. Так здесь классно, что можно делать отдельный выпуск и завершать наши съемки. А поход снимать дальше отдельно. Мы едем дальше. Погнали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...